Хочешь смотреть ролики на день раньше остальных? Подписывайся на наш Бусти и получай бонусы и эксклюзивный контент от Рарри Брик. Ссылка в описании. На календаре конец декабря. Вокруг уже витает атмосфера праздника. А значит, близится время сдувать пыль с полок с дисками и кассетами, включать телевизор и брать теплый плед, попивая сливочное пиво. Сегодня мы погрузимся в волшебную историю одной из самых новогодних серий Лего, про мальчика, который выжил. Ты Гарри Поттер? Я Гермиона Грейнджер. А ты кто? Начало великой франшизы было положено в 1997 году с выходом первого романа серии «Гарри Поттер и философский камень». Оказавшись на полках, книга о юном волшебнике и его друзьях сразу завоевала сердца миллионов читателей и стала хитом продаж. Но, пожалуй, наибольшую популярность Гарри приобрел с выходом фильмов, которые, кстати, не заставили себя долго ждать. Уже в 2001 году вышла первая экранизация романа. И хоть фильмы немного разнились с оригиналом, они были насквозь пропитаны духом волшебства, авантюризма, приключений, а главное – уюта. Ты волшебник, Гарри? Первые лего-наборы по «Гарри Поттеру» вышли одновременно с появлением «Школы волшебства» на киноэкранах и стали одними из первых лицензионных сетов компании, уступая только лишь наборам серии «Звездные войны», вышедшими двумя годами ранее. А потому, в силу необычного сеттинга франшизы, наборы имели довольно большое количество особенностей. Особенными были и дизайны новых фигурок, и игровые концепты, и новые детали, созданные специально для мира магии из деталей лего. Например, одними из первых в глаза бросаются головы мини-фигурок в желтом цвете. Сегодня они кажутся максимально странными для лицензионных серий, но в то время это было стандартом. Выражения лиц героев по современным меркам тоже оставляют желать лучшего. Если Гарри выглядит вполне сносно, то посмотрите на Рона с Гермионой. Или как вам почти прозрачно светящийся в темноте профессор сны. Не обошли линейку стороной и новые молды для фигурок. Огромный трехголовый цербер по милой кличке Пушок. Большой и вонючий тролль. Домовой эльф Добби. Гоблины из банка Гринготтс. Всех их связывало одно – отсутствие принтов. И причиной тому были технологические ограничения. Не умели еще датчане печатать рисунки на необычных деталях. При создании комплектов первой линейки дизайнеры, судя по всему, придерживались концепции колонны и двери. Большинство сетов представляли из себя декорацию, в центре которой находятся фигурки и ключевые элементы, отдаленно повторяющие сюжеты из фильма. Причиной такой дырявости стали попытки создать максимальное игровое пространство с минимальными затратами деталей. Удивительно, но уже тогда появилась идея модульности. Все части Хогвартса можно было собрать в один большой игровой замок. Интересно, что в 2003 году серию пополнили всего пара наборов. И фанаты сразу скажут, что таких сцен не было в фильмах. И окажутся правы. Действительно, эти два комплекта были посвящены эпизодам, которые вырезали из фильмов на стадии монтажа. Но это не мешает найти фрагменты в интернете. Хоть первая волна Гарри в Лего и была простовата, ламповости и уюта ей было не занимать. Дух наборов полностью соответствовал атмосфере первых частей серии, что выражалось даже в дизайне коробок и инструкций. В 2004 году на экраны вышел «Гарри Поттер и узник Азгабана». Серия фильмов понемногу набирала обороты. Более мрачная атмосфера и серьезность абсолютно точно оказали влияние на дизайнеров. Наборы изменили цветовую гамму. Вместо ярких элементов комплекты состояли из деталей более реалистичных цветов. Уровень проработки конструкции и детализации сетов также подтянули и приблизили к прототипам с экрана. Фигурки стали привычного нам теперь телесного цвета. Но вот выражения лиц все еще оставались, мягко говоря, странноватыми. Не обошлось и без классики большинства лицензионных серий, перевыпусков. Уже спустя три года на полке вновь въехал Хогвартс Экспресс и хижина Хагрида, хранителя садов и ключей Хогвартса. Кто вы? Рубиус Хагрид. Хранитель ключей садов Хогвартса. Комплекты этой волны, выпущенные в новом стиле и дизайне коробок, свидетельствовали о начале новой эпохи Лего Гарри Поттера. Более суровом и реалистичном. К следующему году датская компания оказалась в бедственном финансовом положении. Почему и было принято решение сворачивать выпуск лицензионных сетов. У меня началась депрессия. Серия Гарри Поттера тогда пополнилась всего четырьмя наборами. На этот раз в третьем, красном дизайне упаковки. Нельзя сказать, что наборы сильно отличались от прошлогодних по дизайну или проработке. Разве что стали еще более жуткими. Задыхающийся под водой Рон с Гермионой, или будто бы напоследок выпущенное кладбище, провожающее на покой серию про волшебников. В 2007 году Лего порадовала свою аудиторию лишь одним набором. С замком Хогвартс. Эта версия была приурочена к выходу пятой части саги. Орден Феникса. Исполнение главной локации мира волшебства получилось, мягко говоря, неоднозначным. Тем удивительнее, что со временем этот сет солидно вырос в цене. И сейчас по праву считается одним из ключевых дополнений любой коллекции патероманов. К 2010 году дела у Лего нормализовались, и Гарри Поттер получил второе дыхание. Новая волна стала больше походить на привычные нам сегодня наборы. Фигурки наконец-то получили нормальные лица. Появилась парочка интересных наборов с Норой Уизли и Косой Аллеей. Но и стандартные перевыпуски никуда не делись. Нам вновь представили улучшенные версии Хижины и Хогвартс Экспресса. А вот модульность Хогвартса пропала. Ведь всего два набора увидели свет. Парочка башен на мосту и непосредственно сам замок. Внешний вид которого кардинально отличался от прошлых версий. Наконец-то он стал походить на полноценное архитектурное сооружение, а не просто груду колонн и крыш. К печали всех фанатов Патерианы счастье продлилось недолго. И серия вновь закрылась на долгих 7 лет. В 2018 году вместе с возвращением мира волшебства на экраны он вернулся и в Лего. Пойдемте. Теперь наборы стали строиться по принципу меньше, но лучше. Размеры конструкции стали куда скромнее, а детализация кратно возросла, максимально точно копируя антураж в фильмах. Кроме того, из чисто игровых наборов комплекты стали отличными полочными экспонатами. Помимо наборов и для полки, и для игры, серия пополнилась чисто коллекционными сетами под эгидой 18+, радуя всех детей нулевых, выросших вместе с Гарри. Практически для каждого набора из прошлого вышла новая версия, благодаря чему можно наглядно увидеть, как эволюционировала серия и Хогвартс Экспресс с его шестью версиями. Шахматы, наборы, ширмы, банк Гринготс, Тисовая улица и, конечно, школа магии Хогвартс вышли на новый уровень. Кажется, что теперь серия не собирается сбавлять обороты, ведь с каждым годом анонсируют все больше и больше наборов. Сегодня серию Лего Гарри Поттер уже можно назвать культовой, ведь с переменным успехом она радует фанатов на протяжении 20 лет и сохраняет тот самый дух ламповости, уюта и тепла, таких нужных в новогодние праздники. Подписывайся на Рарри Брик, у нас волшебно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова